Благодарим вас за ваши ответы на прямую связь с нами. Был первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков. Ну а у нас снова поступают срочные сообщения на лент информагентств из народных республик. На этот раз они уже поступают. Украинские военные выпустили более 4000 боеприпасов с момента начала обострения в Донбассе. О чем сообщает народная милиция ДНР. Да, ранее официальный представитель народной милиции Гранд Басурин сообщил, что вооруженные силы Украины в 2018 году применили СССРУ ГРАД при обстреле Донецка. Да, также подразделения ДНР сдерживают натиск. ВС Украины не допустят нарушения территориальной целостности республики. Об этом тоже сообщает Басурин. Да, и ваше заявление народная милиция ДНР обратилась к гражданам республики с просьбой не нести видеосъемку передвижения военной техники. Ну а мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу. Далее продолжим. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами. Даже если поврежденная печень не беспокоит, лучше побеспокоиться о ней вовремя. Два активных компонента посфоглиф помогают снимать воспаление и восстанавливать клетки печени посфоглифа, забота о печени с удвоенной силой. Это выпрямитель для волос Dyson Coral. С пластинами из марганцево-медного сплава, созданными, чтобы гнуться, придавать форму и собирать волосы вместе. Для улучшенного способа укладки. И даже без провода. Dyson Coral. Закажите на официальном сайте Dyson с бесплатной доставкой по России. Вот это квартира. Наверное, очень дорого. Благодаря Авито ставка на ипотеку ниже на 1,1%. Поэтому хватило даже на теску. О, покажи. Улыния, а скидную ипотеку есть. Ищите квартиры на них. Получить скидку в 1,5% на ипотеку. Так классно вас наконец видеть. Дорогой, я тут. А вы выключились? О. А я думал, мы онлайн встречаемся. Сам не свой? Нет. Да ты, наверное, голоден. Пролази. Сниг, сниг. Покупай айфон 13 про по подписке и снимай как в кино. Нужен смартфон. Сначала мегафон. Отказ. Можно на 8 лет. Ну так, уже целую неделю и никак не могут одобрить кредит по привлекательной ставке. Смотри, найти подходящее предложение, подать заявку и получить одобрение по кредиту можно на сравни. А сейчас при оформлении можно получить еще и кэшбэк по кредиту до 50% от суммы. Если кредит, то сравни. Одобрый. Виктор Хориняк. Сергей Безруков. Станешь великим. Мистер Нокал. В кино с 23 февраля. Я перебиваю. Ну я перебиваю. Рольф Трисинтетик это тройная защита двигателя. Рольф Трисинтетик абсолютная защита двигателя. Работа на Работа. Скачай приложение. Покупай любимых со скидкой и подарками. Так, глотильная система ТФАЛЬ со скидкой 12 тысяч рублей. Видео. Дорогие друзья, я приглашаю вас на очередной выпуск нашей авторской программы «Без огонь ТВ». Называться она будет «Донос, как путевка в жизнь». Надеюсь, вы поймете, почему она так называется. Жду вас в вечернете. Всего доброго. Работа на Работе. По Москве в 8 вечера продолжаем наш специальный эфир, посвященный ситуации на Украине и признанию России ДНР и ЛНР. Россия предлагала решить проблему Донбасса после мирных переговоров в Минских соглашениях. Но этот пункт утратил свою актуальность. Вот такой заявление сделал Савел Владимир Кусин, общаясь с журналистами после переговоров с президентом Азербайджана. Ситуация в Донбассе и отношения с Украиной закономерно стали главной темой этой импровизированной пресс-конференции. Все подробности узнаем у нашей коллеги Анастасии Ефимовой. Анастасия, какие еще комментарии дал президент? Ждем от вас все подробности. Сейчас их обязательно расскажу. Минские договоренности были убиты задолго до признания России Донецкой и Луганской народных республик. И ответственность за фактический отказ от мирного плана урегулирования конфликта несут нынешние киевские власти. Такое заявление сделал сегодня российский президент, отвечая на вопросы журналистов. Напомним, что Украина официально и неоднократно заявляла выполнять пункты подписанного ей же самой документа. Она не собирается. Так чего же ждать дальше? Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. Собственно говоря, они вчерашние события, признание этих республик продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева, руководство Украины, начали говорить о том, что они не собираются выполнять это. Не собираются выполнять это. Ну что же еще здесь скажешь? И первые лица об этом публично уже заявили. Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми, этого геноцида на почти 4 миллионов человек, которые живут на этих территориях. Ну смотреть на это просто невозможно. Вы же сами видите, что там происходит. Ну как можно дальше терпеть? Что касается границ, в которых Россия... С конституцией ДНР и ЛНР прописаны границы областей на момент вхождения в состав Украины. И Россия рассчитывает, что спорные вопросы удастся разрешить в ходе переговоров. Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их удовлетворения в состав Украины. С конституцией прописаны границы в рамках Украины и Луганской областей, которые на этом данном репорте в Украине. Но мы рассчитываем, и я хочу сказать, что эти вопросы будут разрешены в ходе переговоров между Абхилевским и сегодняшним городом и Абхилевским. К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там могут быть в ходе продолжаются, потому что они имеют тенденцию к обострению. Но я надеюсь, что... У меня есть тенденцию, что... У меня есть тенденция. Как рассказал президент, первое, что для этого необходимо было бы сделать, признать волеизъявление крымчан. Второе, отказаться от приема Украины в НАТО. Третье, вы уже утратившие переговоры... Все хорошо. Да, я не переживаю, что мы... Это вот, и у меня есть четвертая, самая главная, демилитаризация соседей. Самая главная, это неизвестная ступень демилитаризации. Я не знаю, что... Поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно ориентировать. Все остальное переворачивается с сегодня на завтра в любую сторону так, как это, например, сделал действующий руководитель Украины, придах Анафеме предыдущего руководителя, значит, преследуя его в уголовном порядке за какие-то препятатические якобы действия, на его цементские соглашения, также можно было резюмировать и все соглашения, о которых я сказал, возможные соглашения, о которых я только что сказал, если бы они были приняты действующим руководством. Он бы просто уехал куда-нибудь жить, там, в Вашингтон, в Париж или в Берлин, и все. А мы остались бы с вооружением у зубов антироссии. Это абсолютно неприятно, особенно сейчас, после того, как действующего руководства, Украины взаимодействовали свои атомные кондиции. Что касается заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии, то, как ответили российские переговоры, обещанные эти слова были против всего нас, и нас услышали. Думаю, не все. – Это больше, чем через Синема Игорь». Каем! – В кvilеч entornation «Париж» перед вами. – Абдираля Кавколог? – Абдираля Кавкологи. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...